В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! Весна, время покупать дачу. Но как сделать так, чтобы долгожданное приобретение не превратилось в проблему, а радостное ожидание в разочарование? Об этом сегодня мы поговорим с заместителем руководителя управления Росреестра по Приморскому краю Натальей Соповой. Наталья Иосифовна, здравствуйте! Добрый день! Есть ли какая-то разница между покупкой дачи и между покупкой квартиры? Я в первую очередь хотела бы обозначить такой момент, что действительно в настоящее время земельные участки, расположенные в садовых товариществах, пользуются в Приморском крае достаточной востребованностью. Чем это продиктовано в нашей жизненной ситуации? Это желание людей жить за городом, желание вывозить туда детей и внуков, либо выращивать на этих садовых участках какие-то для себя продукты и их использовать. Наблюдается действительно бум в связи с тем, что на сегодняшний день законодательно разрешено строить на данных земельных участках жилые дома для постоянного проживания. Поэтому на сегодня этот вопрос, который мы с вами будем обсуждать, действительно востребован у наших клиентов, заявителей управления Росреестра по Приморскому краю. И хотела бы отметить, что этой проблеме управление посвящает достаточно много времени. Регулярно, ежегодно, в апреле месяце проходят встречи с председателями садоводческих товариществ, на которых мы разъясняем положение действующего законодательства, как они на своих территориях должны управлять своим имуществом. И правильно вы отметили, что особенности у приобретения садовых участков и расположенных на них домах, конечно же, отличаются от приобретения квартиры. Там этих особенностей гораздо больше то, что мы с вами должны знать, проверить перед совершением сделки. И эти критерии будут влиять на ваши планы приобретения этих объектов. Ну в чем же эти различия? Самое главное, если мы с вами привыкли, покупая квартиру в многоквартирном доме, мы понимаем, что это жилое помещение предназначено для постоянного проживания, есть общие правила, то каждый садовый участок, который вы намерены приобрести, имеет свои особенности. В чем эти особенности заключаются? Это его месторасположение, это территориальная зона, в которой он расположен, которая говорит вам о том, для чего вы сможете впоследствии использовать данный земельный участок, а также установление либо отсутствие установленных границ земельного участка. Вот это три основных момента, которые должны вы предварительно рассмотреть для себя, чтобы понять, буду я покупать данный земельный участок, устроит он меня по всем моим планам или нет. Ну, конечно, помимо обычных житейских, походить, постучать к соседям, посмотреть, пощупать и так далее. А какие документы необходимы для того, чтобы приобрести земельный участок? Хотела отметить, что действительно при приобретении садового земельного участка, который расположен в садовом товариществе, в первую очередь необходимо, конечно же, проверить документ продавца на земельный участок. В чем здесь есть большое поле, скажем так, особенностей? Мы с вами знаем, что основное распределение земель для садовых товариществ, оно происходило до 1991-1998 годов, когда были массовые создания этих товарищей на предприятиях, и людям нарезали вот эти земельные участки, выдавая при этом установленные в то время документы. Это в основном свидетельство на право собственности на землю, которое, наверное, есть у каждого гражданина. Но не все, скажем так, владельцы садовых земельных участков, имея такой документ, а он действительный, дает вам право пользоваться участком, распоряжаться и так далее. Но сегодня случились изменения в законодательстве. С 1998 года у нас появился первый закон о государственной регистрации недвижимости, и на сегодняшний день действует второй федеральный закон, которым установлено следующее, что все документы, которые были выданы до данных законов, они действительны, но пока вы не придете в управление Росреестра и не внесете себя как собственника имущества в реестр недвижимости, больше никто, кроме вас, знать о существовании вас как правообладателя не может, потому что источником для того же вашего будущего покупателя является именно сведение из единого государственного реестра недвижимости. Поэтому максимальная задача для управления Росреестра – это популяризация того момента, что сегодня каждый собственник, имея даже на руках такой документ, должен зарегистрировать себя в реестре недвижимости. И вот с чем сталкивается будущий покупатель, встречаясь с потенциальным продавцом. Ему показывают вот этот документ. Но выписки из нашего реестра о том, что он узаконил свои права – нет. Я все-таки полагаю, что, несмотря на то, что это можно сделать в последующем одновременно, однако рассмотрение документов продавца тоже может вызвать проблемы. И поэтому это нужно делать заранее. Второй момент. Здесь я тоже хотела бы отметить, почему мы об этом говорим. Что на сегодняшний день существует такой закон, 518-й федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. В народе он называется «О выявлении правообладателей». В чем это заключается? У нас сегодня на территории Приморского края, где у нас с вами более 2 миллионов 300 тысяч объектов, 645 тысяч объектов не имеют правообладателей, и сведения о которых содержатся в нашем реестре. И на сегодняшний день органы местного самоуправления обязаны для реализации данного федерального закона вести работу на своих территориях для того, чтобы выявлять этих правообладателей и вносить сведения о них в единый реестр недвижимости. Поэтому садоводов в первую очередь мы призываем к тому, чтобы свои права они зафиксировали в нашем реестре. А может быть так, что вот с тем старым образцом человек, да, он у него есть, а вы, вы, сведения из ЕГРН не совпадают вот с теми данными, которые старенькие? Да, вот об этом я как раз и говорила, чтобы подстраховать себя, нужно пройти эту процедуру отдельно, зарегистрировать себя как правообладателя. Потому что случаи бывают очень разнообразные для того, когда заявитель сталкивается с проблемой, подавая свои старые, скажем так, документы. Это начинается вплоть до описки фамилии, имя, отчества, размер земельного участка. Границы там не так. Ну, про границы это мы с вами даже отдельно поговорим. И неподтверждение данных документов, их отсутствие в архивах и так далее. Поэтому такие моменты действительно бывают. Порой людям приходится за подтверждением факта принадлежности участка в случае ошибок, содержащихся в этих документах, обращаться даже в судебные органы за признанием факта принадлежности данного документа. Что еще можно узнать? Большое значение для покупателя имеется в том, чтобы данный земельный участок был отмежован. Это то есть то, о чем мы и пытаемся сказать, установленные в соответствии с законом границы. Почему сейчас это необходимо делать? Потому что все мы прекрасно с вами читаем прессу, смотрим телевидение и видим, что сосед с соседом жил долгие годы на земле, пахал, смородину сажал. А потом забор не поделили. А потом забор, оказывается, у Марьи Ивановны, стоит на полметра не там, где бы хотел Семен Иванович. Поэтому эти земельные споры могут быть разрешены только путем обращения к кадастровому инженеру, согласования границ между соседями, составления межевого плана и обращения также в управление Росреестра за установлением координат. Почему покупая земельный участок вы подвержены риску? Потому что если это не сделает ваш продавец, то вы эту проблему ощутите впоследствии, потом устанавливая, работая с соседом. Вот установление границ – это очень важный момент при покупке садовых участков. Кроме того, хотела бы отметить однозначно, не только для садоводов, но и обладателей иных категорий земельных участков, что с 2024 года будет принят закон, который установит правило, что земельные участки без установленных границ не смогут быть предметом сделок. Купли-продажи, дарения, иного распоряжения имуществом. Это направлено на то, чтобы реестр недвижимости, публичная кадастровая карта, все информационные ресурсы, которые содержат сведения в объектах недвижимости, имели эти границы, и каждый из нас мог планировать все свои приобретения. Еще такой одной важной задачей при приобретении садовых участков является изучить, в какой территориальной зоне этот участок расположен. Потому что только оттуда вы узнаете, сможете вы построить на данном земельном участке объект, жилой дом, хозяйственные постройки, что еще вы сможете на этом участке делать. Это тоже большой пластыр предстоящей работы для покупателя. Правоустанавливающие документы – это только выписка из ЕГРН? Правоустанавливающими документами являются различные документы. Мы уже с вами называли свидетельство о праве собственности на землю. Это может быть договор купли-продажи, если вы приобрели уже и были не первым правообладателем, дарение, свидетельство о праве на наследство по закону. Выписка из ЕГРН, она подтверждает именно наличие объекта, правообладателя. И в этой выписке вы увидите вот все те характеристики, о которых мы с вами говорили, в том числе наличие границ. Поэтому выписка тоже покажет вам все эти моменты. У меня всегда был интересен вопрос, как бы так урвать дачу за бесплатно, что называется. Вопрос о дачной амнистии. Сейчас что-то как-то в этом направлении ведется? Ну, я скажу так, что дачная амнистия действительно действует очень давно, с 2006 года, то есть уже более 17 лет. Что эта амнистия предполагает? Несмотря на название дачная, она охватывает не только участки в садоводческих товариществах, но также земельные участки для индивидуального жилищного строительства и для личного подсобного хозяйства. Состоит она именно в том, что законодатель, понимая трудности оформления документов в те года до земельного кодекса, когда не было строго все расписано, что должно быть, как и так далее, легализовал те документы, которые присутствовали на тот период времени. Это выписки из похозяйственной книги, это акты органов, которые напрямую не были предусмотрены и этой формой не соблюдались. Это дачная амнистия для разных видов земельных участков. Что касается дачной амнистии в части строительства на садовых земельных участках, она заключается в следующем. Ранее для того, чтобы построить дом, нужно было пройти очень большую процедуру. Нужно было обратиться в орган местного самоправления, получить разрешение на строительство, затем разрешение на ввод, составить техпланы, только после этого прийти в управление Росрегистра за постановкой на учет и регистрацией права. На сегодняшний день для таких объектов законодатель установил до 31-го года облегченный порядок. То есть вы сначала посмотрели, как вот мы с вами сейчас рассуждали, что на этом участке можно построить индивидуальный жилой дом. И вы его строите. При этом вы обязаны, конечно же, соблюдать параметры индивидуального жилого дома, которые, наконец-то, через долгие годы были в градостроительном кодексе установлены. Требования к индивидуальному жилому дому – это не выше трех этажей, не выше 20 метров. И при кадастровом учете на таких участках застройка проверяется площадь застройки, сколько занято этим домом. Ну, чтобы понятно, садоводство, там еще надо кустики посадить, огород распахать и так далее. И построив дом, вы приглашаете кадастрового инженера, он вам составляет один единственный документ, технический план. И вы обращаетесь в органы регистрации за постановкой на учет и регистрацией своего права на построенный дом. И в этом вот сейчас дачная амнистия. Давайте вернемся к нашему главному вопросу. Продавец. Как его проверить? Насколько он, как сказать, законно заключаем с ним сделку? Да, законно заключаем с ним сделку. Ну, конечно, все мы с вами такие моменты проходим в своей жизни. Кто-то планирует покупать квартиру, кто-то садовый участок. И встречаемся с продавцом. Ну, первое, конечно, вы увидите в выписке, нет ли ограничений, непосредственно связанных с личностью данного правообладателя. Потому что если данный гражданин недееспособный, находится под опекой или попечительством, и приняты соответствующие судебные акты, либо акты уполномоченных органов, ограничивающие его дееспособность, это также будет отражено в выписке. То есть это такой момент. Ну, что касается проверить, его ли это участок, ему ли он принадлежит, то, конечно, мы сможем с вами, только пройдя вот ту процедуру, о которой уже говорили, зарегистрирован в реестре недвижимости, выписка есть, очень хорошо, значит, можно с этим моментом работать. Если вдруг представляет интересы продавца доверенное лицо по доверенности, то, конечно, эта доверенность должна быть только в нотариальной форме. И такую доверенность сам покупатель свободно может проверить, зайдя на сайт Федеральной нотариальной палаты. Для этого вы возьмете у представителя данные этой доверенности, ее реестровый номер, фамилию нотариуса, зайдете на сайт, проверите, что такая доверенность выдана и действительно существует. Ну и большое внимание следует уделять, если данные участки, объекты принадлежат несовершеннолетним. Тогда, конечно, эта сделка происходит в согласии органов опеки и попечительства и проверить наличие ипотеки. Например, этот участок был заложен в обеспечении кредитных обязательств перед банком. То есть вот такие моменты могут повлиять на ваше решение о приобретении конкретного земельного участка. А на какие-то постройки документы какие-то нужно проверять? Бывают ситуации тоже разные. Кто-то живет и все оформляет. Вот стоит земельный участок, на нем есть все. Но однако, когда вы придете для рассмотрения документов, многие делают эту ситуацию таким образом. Вот у меня есть только земельный участок, а все, что я на нем построил, я не спешу зарегистрировать в установленном порядке. Поэтому, приобретая земельный участок, вы, конечно, должны изучить, какова судьба объектов на нем находящихся. Если это стоит жилой дом, то, конечно, перед сделкой его надо зарегистрировать, потому что затем будет сложнее. Не всегда покупатель сможет зарегистрировать то за собой, что построил еще только продавец. Поэтому эти моменты нужно исследовать. Регистрация, конечно, построенных бань, гаражей, хозяйственных построек, она тоже присутствует. Эта возможность дает нам эта дачная амнистия. Но здесь уже каждый покупатель будет для себя определять. Требовать регистрации этих объектов, следовало, чтобы все судьбе земельного участка, или в дальнейшем предполагает решать это все самостоятельно. Как происходит самый последний этап уже приобретения и передачи прав на собственность? Когда вы изучили документы, когда вы готовы выйти на сделку, конечно, вы можете сделать проект договора купли-продажи, либо обратившись к специалистам, риелторским, юридическим компаниям, либо составить его самостоятельно. Но, естественно, этот договор должен содержать необходимые условия, которые являются обязательными. Это описание субъектов, это описание корректного и правильного объекта приобретаемой сделки и цена этих объектов. Это вот такие основные три условия для составления договоров. После того, как вы составили договор, вы идете напрямую в МФЦ и там подаете вместе с продавцом документы на государственную регистрацию перехода права на эти объекты. Кроме того, конечно, все наши услуги по регистрации кадастрового учета доступны в электронном виде на сайте Росреестра при наличии, конечно, электронно-цифровой подписи, которая работает на нашем сайте. Но из опыта могу сказать, что, конечно, при разовых сделках, вот таких приобретаемых физическими лицами между собой, не все обращаются к электронному способу подачи документов. В основном это, конечно, поход в МФЦ. После того, как сданы документы, они поступают в работу государственным регистратором, проверяется законность сделки, проводится правовая экспертиза и осуществляется переход права. А как долго происходит регистрация? На сегодняшний день одной из основных задач, поставленной перед всей системой Росреестра, это, конечно же, сокращение сроков проведения регистрации по объектам, как мы их называем, бытовой недвижимости. То есть в данном случае наши участки, объекты, расположенные на них, подпадают именно под этот критерий для нас. На сегодняшний день такие объекты зачастую мы проводим регистрацию в течение двух дней. Несмотря на то, что законом установлены сроки 9 и 12 рабочих дней. То есть значительно сокращается срок ожидания своего счастья, и люди довольны, и все у них происходит хорошо. Но отмечу, что такое возможно только при тщательной подготовке документов, проверке того составляющих тех, о которых мы с вами уже говорили выше. Наталья Иосифовна, ну давайте как-то подытожим. Вот собрался человек покупать дачу. Что он делает пошагово, коротко? Он проверяет в первую очередь документы на право собственности, на объекты. Затем он проверяет те моменты, которые для земельного участка являются необходимыми и критичными. Границы, отсутствие споров между соседями, чтобы все в дальнейшем у него сложилось. И третье, конечно, проверить возможности использования этого участка так, как ты хотел. Это градостроительные регламенты, нахождение участка в терзоне и все, что там можно делать. Остальные моменты, связанные с правоспособностью продавца, с его документами, проверяются в обычном порядке, независимо от того, что ты приобретаешь. Объект, квартиру, либо садовый участок. В чем человек может быть обманут и на что следует обратить внимание? В обязательном порядке, как мы говорим, нужно, чтобы вам предоставили выписку из Единого государственного реестра недвижимости. В этом документе вы увидите те основные проблемы, которые могли бы существовать здесь. Например, зарегистрированная ипотека, то есть объект находится в залоге у банка. Наличие запретов, ограничений, арестов. То есть мало ли кому-то задолжал, либо даже какой-то штраф по административным правонарушениям, наложен запрет, вы уже ничего купить не сможете. То есть это вот все такие моменты, на которые следует обращать внимание. Ну что ж, тогда желаем нашим зрителям удачной покупки дачи, да? Да. И чтобы все это прошло быстро, безболезненно и максимально комфортно для всех. Да. Мы приложим все усилия со стороны управления. Я напомню, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили о том, как правильно купить дачу. В гостях у нас была заместитель, руководитель управления Росреестра по Приморскому краю Наталья Сопова. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова